Очередная партия груза, собранная стараниями волонтеров добровольческого сообщества «За наших», отправилась в зону СВО. В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамазан состав гуманитарного груза пополнился весьма специфичным. Бойцы на передовой из нашей республики передали, что они планируют соблюдать пост. Ахмад Халкечев продолжит. Продуктовый набор подобран таким образом, чтобы еда на сухур была сытной, дабы энергии от нее хватило на весь день поста. Мясо сушеное, копченое, колбасы домашние и, конечно же, курут с айраном. Ну а для разговаривания после долгого дня поста и есть финики. Делают видеоролики, нам отправляют, что для нас тоже очень приятно, усталость проходит мгновенно. У нас новые идеи, новые задачи появляются и стараемся, как всегда, чем можем, помочь им. Помимо самого гуманитарного груза, волонтеры добровольческого сообщества «За наших» в этот раз решили поддержать наших ребят еще и автотранспортом. Именно трехдверную Ниву, в народе прозванную «Каратыш», выбрали из-за того, что она должна быть менее заметной при осуществлении разведывательных мероприятий. Да и проходимость у нее хорошая, резюмирует руководитель сообщества Асхат Айсандыров. Нива 2011 года, купили мы его за 300 тысяч рублей. Естественно, сделали техническое обслуживание так, чтобы она наших ребят не подводила. Лично я сам с ребятами на связи. Они до этого просили, но на то время у нас возможности не было. Мы решили с группой собраться, открыть сбор, купить. Сбор у нас был 321,600. Мы закрыли. 12 часов ночи сбор. А если бы не закрыли, то еще больше было бы. Команду единомышленников, кроме простых людей и бизнеса, в их добрых стараниях активно поддерживает еще и республиканский штаб взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы убеждены, что тепло сердец земляков, передаваемое на передовую таким образом, должно в очередной раз напомнить нашим бойцам, что в них верят и ждутся скорейшей победой домой. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.